Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. 10 апреля на центральном стадионе города Одинцова пройдет всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Сегодня поговорим об этом с нашими гостями. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада видеть вас в нашей студии. Даля Вячеславовна, расскажите об этой акции, об этом мероприятии. Оно уже проходит в нашем городе не в первый раз? Да, действительно. Такая акция не в первый раз проходит в нашем округе и посвящена на Всемирному дню здоровья, который отмечается во всем мире 7 апреля. И хочу сказать, что у нас в округе с 2021 года существует программа, которая называется «Укрепление общественного здоровья». Субъектами этой программы практически все наши управления администрацией и, конечно, наша уважаемая Одинцовская областная больница. Вместе с врачами мы выстраиваем параллели и логистические линии по привлечению людей в наши центры, центры здравоохранения, для того, чтобы проходить диспансеризацию, понимать, как же построить свою жизнь так, чтобы здоровье все-таки сохранить и улучшить. Но самое главное, укрепление общественного здоровья – это еще огромный пласт мероприятий, это и культурные мероприятия, и спортивные, и общественные, которые как раз и нацелены на пропаганду здорового образа жизни. И вот эта наша замечательная акция «10 тысяч шагов к жизни» является одним из ярких мероприятий, которые еще раз напомнят о том, что о здоровье надо заботиться всеми возможными способами. И, конечно, в первую очередь это активной двигательной деятельностью. Наши участники этой акции 10 апреля, в это воскресенье, пройдут 10 тысяч шагов по Одинцовскому стадиону. Но не только в этом заключается мероприятие. В рамках мероприятия будут проходить и мастер-классы, где будут наши очень уважаемые преподаватели, спортивные тренеры, будут показывать именно те формы, которые может выполнить каждый человек, для того, чтобы улучшить свое здоровье, улучшить кровообращение, подышать свежим воздухом. Но и еще что очень важно – пообщаться, пообщаться с единомышленниками, прийти всей семьей. И в 10 часов утра, 10 числа в воскресенье, мы ждем жителей Одинцовского округа и гостей Одинцовского округа на мастер-классы и вот на такую замечательную акцию, а также на встречу с друзьями. Ну и, наверное, это еще раз уникальная возможность для всех показать ту инфраструктуру, которая создана у нас и в округе, и в городе. Конечно же, прекрасный центральный стадион, обновленный с такими колоссальными возможностями, да? Алексей Юрьевич? Да, действительно. Центральный стадион – это, наверное, сейчас уже, можно сказать, гордость нашего округа. Мы долго к этому ушли, если не ошибаюсь, с 2014 года. Это от оформления документации до открытия непосредственно стадиона. У нас немножко пандемия так сдвинула наши планы, мы бы и раньше были готовы открыть. Но вот в полной мере стадион заработал в 2021 году, и, в принципе, он готов принимать всех жителей, которые просто хотят заниматься физической культурой и спортом. И, соответственно, мы можем еще на нем проводить такие замечательные мероприятия. Инфраструктура полностью позволяет, и интерактив, и то количество оборудования и инвентаря, которое там есть, и сами спортивные площадки. Галина Викторовна, как Вы считаете, насколько важно сегодня в современном мире оставаться активным, придерживаться здорового образа жизни и, конечно же, принимать участие во всех тех акциях, которые проводит местная муниципальная власть для жителей округа? Конечно, это важно. Как показала практика, с тем, как к нам в жизнь вошел ковид, коронавирусная инфекция, профилактика имеет очень большое значение, и тяжело болеют люди, те, которые имеют сопутствующую патологию, в том числе гиподинамию, факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, которые осложняют течение коронавирусной инфекции. Да, конечно, профилактика имеет очень большое значение в современном мире. Всем участникам акции перед прохождением маршрута будет проведена термометрия, спирометрия, измерено артериальное давление, и при необходимости будет консультация терапевта. У нас будет стоять ФАП, где будут проводиться прививки от коронавируса, и мы тоже приглашаем наших жителей, которые хотят пройти вакцинацию или ревакцинацию. 10 тысяч шагов – это минимальная доза активности, которая должна быть ежедневно в графике каждого из нас? Да, конечно, 10 тысяч шагов – это 150-300 минут в неделю анаэробной физической активности, средней интенсивности рекомендует ВОЗ, и эквивалент этому – это 10 тысяч шагов. Это та физическая активность, которая благотворно влияет на организм и является профилактикой хронических неинфекционных заболеваний, которые наиболее часто являются причиной смертности населения во всем мире. То есть это важно. Алексей Юрьевич, а сколько шагов проходите в день вы? Ну, здесь, наверное, мне стыдно немножко, когда я был спортсменом в свое время, активность была большая, и там и до 25 тысяч шагов, и километры достаточно такие большие были. А сейчас, вот, честно, купил как-то часы интерактивные, посмотрел, ужаснулся. Ну, это специфика работы, специфика рабочего дня. Ну, сколько? Ну, передвижение, ну, мне стыдно, но это было, вот, наверное, около 1100 шагов, к сожалению. И поэтому я стараюсь как-то компенсировать это на выходные, в свободные дни. Мы пользуемся инфраструктурой округов, приезжаем в парк, в любой, который там ближе будет находиться. И есть возможность, там, вместе с детьми походить, ну, максимум находил пока где-то около 18 тысяч. Ну, самое главное, что вы к этому стремитесь. Галина Викторовна, по опыту, вот таких примеров достаточно много, вот, в сегодняшнее время. Потому что мы все, конечно же, очень заняты, мы все куда-то бежим, а еще лучше едем. Да, к сожалению, гипотиномия сейчас достаточно распространенное явление. Бороться с этим, конечно, можно и нужно. Наверное, самое главное здесь – это желание самого человека. Ведь вот мы говорили до начала наших съемок о том, что в округе просто прекрасная инфраструктура и созданы все условия для любого вида спорта, для профессионального, любительского. Для любого возраста. Для любого возраста. То есть достаточно лишь одного – это желание и как-то вот найти ту мотивацию, да, заставить себя встать, не полежать на диване, да, там, с компьютером, планшетом или около телевизора, а все-таки встать, пойти прогуляться по паркам, не знаю, прокатиться на велосипеде, на лыжах. Ну, здоровье – это самая большая мотивация. Но все-таки есть, ну, как бы динамика, и примеров таких много, но вот вы, как считаете, по опыту стремится молодежь стать активнее, обращается больше к своему здоровью, больше внимания этому уделяет? На сегодняшний момент очень много у нас пациентов, которые приходят на диспансеризацию, чтобы проверить состояние своего здоровья, это много пациентов достаточно молодого возраста. Ведь автолюбители меня поддержат о том, что машину мы всегда при определенном пробеге, мы едем и проверяем, делаем технический осмотр. Вот такой же технический осмотр мы должны проводить для своего организма, для своих детей, для своих родителей. И так же внимательно к нему относиться, да? Да, очень внимательно. И вот замечательно, что у нас есть в округе такой центр диагностики здоровья, в который, безусловно, надо приходить, обязательно надо приходить, при том записаться очень легко. Расскажите, вообще, как к вам попасть, как вы работаете, в каком режиме и что для этого необходимо? Желание, в первую очередь, как вы правильно сказали. И любой гражданин Российской Федерации, который прикреплен к, если мы говорим про Одинцовскую областную больницу, то к Одинцовской областной больнице может либо прийти в регистратуру. В первую поликлинику? Не только в первую поликлинику, в любое наше подразделение. И там его направят либо в кабинет, либо в отделение медицинской профилактики, либо к участковому терапевту для прохождения диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Также записаться можно через госуслуги, через личный кабинет. У нас расписание на 30 дней открыто. Пожалуйста, приходите, никаких у нас проблем в этом нет. Наталья Вячеславовна, ну уж раз Алексей Юрьевич рассказал, сейчас мы и до Галины Викторовны, конечно, тоже дадим. Сколько вы проходите в день шагов? По-разному бывает. Действительно, по-разному. Я не могу сказать, что... Провокационные вопросы? Да, что я как раз страдаю гиподинамией. И я, и мои дети, и семья достаточно активны в этом плане, потому что спорт является приоритетом и одной из основных моих жизненных ценностей. Поэтому бывает и 10 тысяч шагов, и меньше, а бывает и больше. Поэтому с удовольствием двигаюсь, это разные формы. Но мы говорим, конечно, сегодня о движении, но мы не должны забывать о дыхательных практиках, и просто физической активности, и об утренней зарядке. Вот я, кстати, всех наших жителей, всех наших граждан призываю. Утренняя зарядка дает такой отличный задел бодрости, хорошего настроения, поэтому не пренебрегайте этим и не жалейте 10-15 минут. Немножко размяться с утра. Галина Викторовна, у вас каков числовой показатель вашей активности? У меня это всегда не в шагах, не всегда в шагах измеряется мой уровень физической активности. В любом случае, да, так же я, как и все остальные, на рабочем месте нахожусь большую часть своего дня. Но любое, я хочу сказать, что любое движение имеет значение. И надо использовать любую возможность, чтобы двигаться. Допустим, если вам нужно дойти до магазина, пройдите эти две остановки пешком. Если нужно подняться на этаж, пройдите по лестнице пешком, не пользуйтесь лифтом. И это все равно будет лучше, гораздо лучше, чем не делать ничего. Если про меня, то у меня, конечно, как и у всех, бывает и меньше, бывает и больше. Как эквивалент, как уже говорила я выше, можно использовать не только 10 тысяч шагов в качестве физической активности. Это могут быть 30 минут в день средней интенсивности, анаэробные физические нагрузки. Пожалуйста, танцы, каток, все, что нравится, все, что приносит вам удовольствие. Двигайтесь, просто двигайтесь, оставайтесь активными. У нас вся инфраструктура позволяет это. Вот действительно у нас в округе замечательная инфраструктура. У нас очень много учреждений спорта, которые предоставляют бесплатные занятия для наших жителей. Это и парки, и вот для детей. Даже в прошлый год открыты все школьные стадионы для того, чтобы жители могли беспрепятственно приходить вечером, бегать, заниматься какой-то физической активностью. А взрослые наши поколения, активные долголетия, насколько они тоже вовлечены в спорт и вот ходят по нашему Одинцовскому парку, ходят по Лазутинке. Вдохновляют, между прочим, своим примером, в том числе и нас с вами. Правда? Конечно. Между прочим, вот как раз мы, активное долголетие, его, ну, как практика показывает, мы вначале хотели самостоятельно где-то распределить места, где проводятся занятия. Но потом пришли к выводу, что это лучше делать по запросу, потому что сами жители, они как-то локализуются, и мы просто начали больше прислушиваться к тому, откуда идет информация и какие активности хотят. И предоставляем инструкторов, активно взаимодействуем с клубом нашим, ну, активное долголетие, помогаем, все учреждения у нас сразу настроены на то, чтобы оказать содействие во всех направлениях. И инструктор, и инфраструктура, все, что необходимо. Алексей Юрьевич, что в планах? Чем еще будете радовать жителей? Я знаю, что сейчас активно ведутся работы по строительству стадиона «Спартак» в городе Звенигород, которые очень его ждут, и это историческое место. Да, действительно, стадион «Спартак», он, история самого объекта спорта достаточно долгая, достаточно большая. Перед началом строительства мы достаточно большую работу провели, потому что очень сложный объект там, и вопросы были с видом разрешенного использования земли. Были сомнения у жителей, то, что будет ли вообще проведена реконструкция. И здесь, ну, очень большое спасибо, наверное, и губернатору Московской области, и главе округа, потому что этот вопрос был обозначен четко сразу, что реконструкция будет. Мы просто создавали проект, и даже все время по анализу и проектированию объекта, оно было связано, вот такой большой объем был связан только с тем, что практически каждый метр стадиона обсуждался с жителями. Мы выслушивали пожелания, мы учитывали все аспекты такие, все тонкие моменты по логистике, мы выбирали долго те объекты спорта, которые будут там находиться. Здесь помимо просто финансирования в рамках госпрограммы, это софинансирование областного бюджета и окружного бюджета, у нас глава округа принял решение добавить еще дополнительные средства. То есть у нас достаточно большой объем, он больше, чем даже сумма, которая в рамках софинансирования была. Для того, чтобы стадион действительно был таким современным, который будет удовлетворять всем требованиям. Там будет и прогулочная зона, там будет и скейт-парк, там будет замечательный... То есть прям точка притяжения, спортивная точка притяжения для города Зелени. Да, ну жители Звенигорода, они уже видели даже проект, мы делали 3D-визуализацию, показывали на встречах на стадионе. Какую обратную связь получили? Мы получили очень много положительных комментариев, но, как всегда, после встреч мы какие-то также получили замечания и предложения, которые надо будет учитывать. В принципе, все реализуемо. Здесь мы именно по этому объекту, это как художник, когда творит, но здесь немножко рамки такие более официальные и стандартные. Но мы все, что можно и все, что действительно мы понимаем, что будет востребовано, мы вставляем в проект и дополняем. Наталья Вячеславовна, кто может принять участие в мероприятии, кто может присоединиться к акции «10 тысяч шагов к жизни»? Ну, безусловно, это любой житель и гость нашего округа. Мы больше рассчитываем на взрослое население, потому что все-таки 10 тысяч – это как раз норма для взрослого человека. Тогда кого приглашаете? Вот какой возрастной? Я думаю, что мы, наверное, приглашаем от 16, да? От 16 и старше. От 16 и старше, 10 апреля в 10 часов утра встречаемся на центральном стадионе. Пройдите свои 10 тысяч шагов к жизни. Спасибо вам за интересную беседу. В завершение не отпущу вас без пожелания для наших телезрителей. Ну, одно из пожеланий, наверное, присмотритесь к себе, прислушайтесь. И действительно, для того, чтобы сделать первый шаг к здоровому образу жизни, надо его просто сделать. Будет достаточно пяти минут в день, и это немного. И когда вы это сделаете второй раз, у вас уже это войдет в систему. Я хочу пожелать здоровья в первую очередь и сказать, что оно в наших руках, поэтому терзайте. А я хочу пожелать, безусловно, конечно, и здоровья, и здоровой мотивации для того, чтобы приходить на спортивные дорожки, спортивные залы, наши прекрасные парки. Но еще задуматься о том, что наше тело очень умное, и ему надо просто немножко помочь двигательной активностью, позитивным мышлением, ну и хорошим настроением. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.